здравствуйте меня зовут севастиан оденский сегодня на уроке физики мы с вами рассмотрим конденсатор в цепи переменного тока подключим конденсатор к источнику переменного тока через амперметр здесь у нас есть как раз таки источник электрического тока который напряжение которого меняется по следующей зависимости и есть амперметр который фиксирует силу тока в данной цепи также подключенный конденсатор в данной цепи амперметр будет показывать наличие электрического тока в цепи это объясняется тем что источник переменного тока создая создает гармонически возмущающиеся напряжение в результате происходит периодическая зарядка и разрядка конденсатора другими словами в цепи протекает переменный ток в рассматриваемом случае напряжение на конденсаторе равно разности потенциал то есть у на конденсаторе мы будем обозначать его у с индексом c между его пластин в любой момент времени равно и ds источника то есть напряжение на данном конденсаторе равно как раз таки и ds источника который от которого он заряжается также мы можем данное напряжение выразить через амплитудное значение напряжение на данном источнике тока в свою очередь напряжение на конденсаторе в любой момент времени равно отношению заряда q пластины конденсатора в этот же момент времени к его электрической емкости мы знаем что напряжение определяется как отношение заряда на обкладку конденсатора к емкости конденсатора и тем самым мы можем выразить напряжение на конденсаторе между обкладками конденсатора через заряд на обкладках к емкости конденсатора из выражения следует что заряд q после установления колебаний изменяется с течением времени по гармоническому закону здесь мы как раз таки можем выразить q это произведение емкости конденсатора на напряжение на этом конденсаторе и мы знаем то что напряжение на конденсаторе меняется с определенной периодичностью то изменение заряда у нас будет тоже зависеть от времени на данном конденсаторе в данном случае мы можем напряжение амплитудное выразить через силу тока также амплитудное к определенной частоте с которой у нас меняется напряжение на источники в данном случае ай с индексом м это амплитудное колебание силы переменного тока которая связана как раз таки с напряжением колебаний напряжение между пластинками конденсатора данным соотношением где омега это у нас циклическая частота данных колебаний а c у нас это емкость конденсатор которая подключена в цепь график зависимости от времени напряжения который мы обозначаем у с индексом c и силы тока ай во всей цепи приведены на данном рисунке мы здесь видим определенное смещение и разность амплитудных значений силы тока и напряжение из графиков видно что колебания напряжения и силы тока сдвинуты по фазе например сила тока достигает максимального положительного значения на четверть периода раньше чем напряжение на конденсатор поэтому говорят что колебания силы тока опережает по фазе колебания напряжения на конденсаторе на пи поделенное пополам этот же результат можно получить если используя формулы преобразования тригонометрических функций переписать уравнение в следующем виде то есть здесь мы можем силу тока выразить через как раз таки время на зависимости от времени и у нас получится что у нас появляется сдвиг по фазе это как раз таки пи пополам который находится в скобках ведем значение x с индексом c на она будет и являться отношением 1 поделенный на омега умножены на c тогда уравнение примет следующий вид здесь у нас как раз таки напряжение по амплитудные силы тока будут связаны через сопротивление на данном конденсаторе где x с индексом c это сопротивление на конденсаторе величину xc обратное произведение циклической частоты омега на электрическую емкость c конденсатора называют емкостьным сопротивлением этого конденсатора среднее значение мощности потребляемый конденсатором за период равна 0 теперь давайте повторим что мы с вами рассмотрели на данном уроке физики мы с вами рассмотрели каким образом меняется сила тока и напряжения при подключении конденсатора в цепь переменного тока мы также с вами рассмотрели емкостное сопротивление конденсатора каким образом она находится она связана с амплитудным значением силы тока и амплитудным значением напряжения всем спасибо до встречи на следующем уроке